Всем привет! Сегодня третий урок, значит уже подгонка дистрибутива, скажем так, под свои нужды. В данном случае у нас дистрибутивом является linuxmx19.3 kede. Значит, ну естественно у каждого свои потребности. Для этого, значит, вот есть такая хорошая штучка WMX, называется она инструменты. Вот если вот здесь вот вы нажмете, то она будет вот мои инструменты и такой значок у нее характерный. Ну, я его просто-напросто перенес вот сюда, на панельку Plank. И вот здесь, значит, смотрим дальше. Вот MX установщик пакетов. Вот на нее вам следует нажать. Вот так. Вот на нее вам следует нажать. Окей. И вот смотрите внимательно. Так. Как бы мне это сделать, чтобы было побольше. Ну, ладно. Значит, тут самые различные разделы, в которых пользователь может найти себе интересующие его программы. Вот Applications Audio открываем. Вот видите, у меня уже серенькой Audacity стоит. Это мой самый частый пакет, который я использую. А остальные, видите, я не ставил. Потому что не было нужды. Следующие браузеры. Значит, из браузеров у меня установлен Google Chrome. Установлена Firefox, но она почему-то здесь у меня не закрашенная. Вот. Ну, вы можете выбрать любой браузер. Хорошо называется в браузере Brave. А вы можете выбрать любой браузер. Хорошо называется в Brave. Ну, SM Player стоит, SM Tube стоит. Ну, практически программой для записи с экрана я пользуюсь. Она называется OBS Studio. Так. Ну, здесь из графики. Вот я поставил GSM. Тут я не ставил, а они основным мне просто воткнули GIMP Basic. Графическое. Рабочие стали, короче. Вот можно поставить BUDGY, GNOME, KDE 5 стандартную, LXDE и MADE. Значит, ну, детские, это для родителей. Пусть сами тут разбираются. Ну, детские, это для родителей. Вот из панели, видите, у меня планк уже установлен. Заставка экрана, медиа-центр. Ну, кто увлекается, ну, можете посмотреть. Есть коди, есть коди. Есть коди. Есть коди. Есть коди. Есть коди. Мессенджеры. Мессенджеры. Дискорд. Пиджин. Скайп. Зум. Ну, я поставил скайп и зум. Обои. Оконный менеджер. Офис. Передача файлов. Печать. Разная разработка. Сервер, сеть. Скринкаст. Создание снимков экрана. Вот у меня хот-шот уже установленный. Вот он здесь, голубчик, сидит тебе. Вот у меня хот-шот уже установленный. Вот он здесь, голубчик, сидит. Дальше. Тема. Удаленный доступ. Ну, можете поставить себе TeamViewer. Мой интернет-провайдер в большой вражде с TeamViewer. И поэтому у меня он не работает. Так. Утилиты. У меня он не работает. Так. Утилиты. Ну, здесь мне практически ничего там особого не понадобилось. Файловый менеджер. Я, безусловно, выставил Nemo. Это мой любимый файловый менеджер. Я им давно пользуюсь. Люблю его. Есть еще, значит, ставится через Moone. Вот через эту вот программку. Есть еще Moone Crusader. Он вместе с Кейт работает. Вот вместе с Кейт работает. Вот выглядит он вот таким вот образом. Правая панель, левая панель. Значит, сервис. Если захотите зайти в корневой режим, вот, пожалуйста, заходите и работаете. Плэш, чтение новостных лент, ядра, язык. Программа для скачивания торрент-файла. Все они здесь есть. Поэтому вам особенно не нужно, как говорится, бегать везде, там, искать. Все у вас есть. Затем, значит, вот снимок системы. Я сюда еще вывел вот эту программулену на панельку. Вот. Великолепная программа. На нее, значит, она постоянно в работе. Срок годности, говорится, ее не истек. В отличие, к большому сожалению, от SystemBug. Вот. Значит, она дает несколько выборов. Первый. Или, значит, вот это у вас, значит, отмечено для личного зерно копирования. То есть, она сохранит там все ваши пароли и прочее, и прочее, и прочее. Вот. Ну, зато сохранит, вот, настроен рабочий стол. Допустим, вот у меня панелька наверху, она ее сохранит. А если вы вот так вот сделаете, то, значит, пароли сохранены не будет, и будет сохранен стандартный рабочий стол, который вы получаете, когда первый раз стартуете программу там на флешке или с носкового диска. Но есть один хитрый момент. Вот смотрите. Вот я сейчас, значит, вот эту вот настроенную свою рабочую, как говорится, среду сделал. Но я нигде не заводил никаких паролей. И поэтому вот этот образ, который вы сейчас видите, вот он перед вами. Вот так вот все оно выглядит. Вот как скачаете, так оно и будет. И лежит все это дело у меня вот здесь, на кладовочке. Так, на гугл драйве. Идете на гугл драйв. Сборки. Идете на гугл драйв. Сборки. Вот 21-й год. MX. Вот эту вот уже сборочку за 1 марта. Но я сейчас просто-напросто удалю. Вот эту сборочку за 1 марта. Вот эту сборочку можете брать, как говорится, качать и работать с ней. Вот таким вот образом. Единственное, что я не поставил на эту сборку, значит, я не поставил программу TimeShift. Значит, просто-напросто забыл. Тут себе сейчас я уже поставил. И нормально она работает. И копии делает нормально. Вот, пожалуйста. Время, дата и прочее, прочее, прочее. Вот, пожалуйста. Время, дата. А вам надо будет просто пойти сюда и набрать там в поисковой строке TimeShift и установить себе эту программу. И будет, как говорится, вам счастье. Как я двигал панель наверх? Вот правой кнопкой по пустой части панели настроить. Вот видите, край экрана. Вот я могу сюда подвинуть ее куда угодно. Сделать высоту совсем большими такими вот, могу сделать вот чуть поменьше. Поднастроили под себя и, как говорится, пользуйтесь на здоровье. Панелечку Planck я тоже очень люблю. Она очень проста в использовании. И с ней легко работать. Ну, увеличительное стекло, пожалуйста, у вас всегда, значит, имеется. Вот, можно посмотреть, что тут написано, там и прочее. Клавиатуру, значит, я вам показываю. Вот на английском языке. Это на русском языке. Показывал. Вот на английском языке. Нет проблем. Оконочки работают. Вот видите, интернет показывает. Все основное здесь, как говорится, сделано. Ну, офисные программы тоже неплохие. Офис, вот. Ну, офисные программы, видите, неплохие. Короче, и калькулятор, и текстовый процессор есть, и имидж. Ну, все самое-самое-самое необходимое. Значит, у вас имеется, значит, вот парочка вариантов. Или, значит, вот, пользуясь загрузчиком, установщиком пакетов, вот отсюда из инструментов идете и там дополняете то, что вам, как говорится, нужно. Ну, а самый ленивый вариант, значит, скачиваете мою сборку, крутите ее, удаляете ненужное, добавляете то, что вам нужно, и полагаю, что все у вас будет нормально. Вот, таким вот образом я доводил до ума свою сборку. Так что, вот, основные мысли какие, что у MX, ну, очень уж хорошая вот эта вот штукенция. Установщик пакетов, ну, просто прелесть. И рабочие столы, да, чертов ступи, он там ставит, да и все. Вот, поэтому это дело я вам могу рекомендовать. Значит, программа записывает текущее состояние операционной системы в ISO-образ. Этот ISO-образ всегда можно посмотреть на виртуальной коробочке, чтобы убедиться, хорошо ли программа там создает ISO-образы. Всегда можно в этом, как говорится, убедиться. То есть, вот, при помощи программы я создал ISO-образ, положил его на облако. А с облако вы себе можете скачать, а также просмотреть на виртуалочке. Можете записать на флешку, стартовать с флешки. Решили установить, устанавливаете, там делаете разметку диска и так далее. Во втором уроке я, значит, об этом подробно, значит, рассказывал. Ну, вот основные, как говорится, мысли по этому поводу. Значит, если сравнивать MX, вот мне тут один пользователь писал как-то. Дайте-ка я сейчас гляну. Писал. Не знаю, что вы нашли в данном Linux-дистрибутиве. В нем багов и косяков детских больше раз в 10, чем в Mint. Заметил одну особенность. Чем галеннее работает Linux, тем она популярнее. Такая маленькая Saza-Mada. Мада-Saza. Значит, ну, я человеку ответил, что вы, как говорится, если что-то сказали, так и говорите. Какие косяки? Пользователь так и не нашел. У меня что ответить? Никакие косяки, чего. Пользователь так и не нашел. Попросил фактов, а он значит отвечает, что пробовали ставить на подприятие. Ладно, администрирование вообще. Ну, вот тут по полной я ему, как говорится, и засветил. Путайте божий дар с яичницей. Хотите приспособить телегу к ракете из-за дарма. А мой сайт и уроки предназначены для обычных пользователей. А то, что вам нужно, уже давно создано и не забесплатно. То есть не нужно примерять, как говорится, нос Ивана Ивановича к лесу Сидора Петровича. Не нужно это делать. То есть мой сайт рассчитан на людей, которые хотят познакомиться с Линуксом. То есть мой сайт рассчитан на... Вот. А все эти остальные вещи по мере накопления опыта. Но если у вас есть какая-то там конкретная задача, идете в интернет, ищите под свои специфические, как говорится, запросы, ну, не катите бочку-то на МХ. они сказать не под вас работали. И вы им за это не платили. А может быть заплатите, так они вам под ваши запросы сделают то, что вам нужно. А кто знает. Ну, ладно. Значит, если сравнивать программы для создания образов текущего состояния операционной системы, вот видите, вот виртуальная коробочка нормально работает. Если сравнивать, то, значит, на сегодняшний день я знаю только вот МХ Линукс. Великолепная программа для создания значит изообразов. Хорошая есть еще изообразов. сейчас скажу PC Линукс. В ней команда есть, эта команда значит, ну, тоже делает довольно-таки нормальные образы. команда есть, это команда. На Линукс Метикса к большому сожалению, ну, систембак он себя уже все изжил. Вот. И программа систембак не развивается. Поэтому, ну, если у кого-то он работает, ну, пользуйтесь, ну, не ждите там чего-то супер. Вот. А BMX эта программа, ну, она живая, она живет, все в ней, как говорится, крутится, вертится, нормально все. Так что, вот, в результате, вот, моего такого сравнения, я его могу назвать. А у меня, значит, критерий какой? Каженный нормальный Линукс должен обладать возможностью создавать свои изообразы. Вот, к сожалению, этим грешат арчики. Никто из арчиков не озаботился тем, что вот создать простую программу, что, допустим, поставил арч, настроил его, запустил программу, которая создает изообраз, и привет. Вот тогда у арчиков там вообще не было бы конкурентов. Вот, потому что, несмотря ни на что, арч, линукс пользователи очень любят. Хорошая, тоже, стабильная система. Вот. Поэтому, вот, у меня по степени, значит, надежности, настраиваемости и так далее, MX стоит, значит, на первом месте, на втором стоит PC Linux, можете там посмотреть у меня ролики по PC Linux, ее я делал. Ну, на третьем Linux Mint стоит, это моя первая операционная система, мой любимый рабочий стол, на нем Цинамон, и по поводу систембака я там кучу роликов делал. Ну, что, ну, не развивается. А сами ментяне, они, значит, не дошли, не смогли создать программу подобную, вот, этой вот, MX. Не создали, создадут, ну, тогда популярность Linux Mint снова возрастет. Вот, ну, это вот, как я сравниваю с позицией, там, своего опыта, там, там, пристрастий и так далее, я, сказать, не хочу сказать, что я, там, последние инстанции, там, решающие, вот, а просто, вот, надеюсь своим мнением. MX, PC Linux, ну, Linux Mint, где-то вот так, для меня проверить это такие, вот. Ну, ладно, значит, я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого-самого доброго, успехов, удачи, и до новых встреч. Желаю вам всего-самого-самого доброго.